В летнюю пору это зрелище особенно удручает, что не двор, то залежи груд мусора. С момента последнего вывоза, а это по словам жителей улиц Гастелло и Физкультурное, начало апреля, мусора накопилось столько, что мимо него, как говорится, уже не проехать и не пройти. Жалобам, просьбам, мольбам жители микрорайона не от конца. И подъезд к месту складирования мусора сделали за свой счет. И плату за уборку мусора поднять никто не против. Проблема в том, что у нас не вывозят мусор. Мусор не вывозят по полгода. Вот эта вот помойка лежит с конца апреля. И до сих пор она не вывезена, и, наверное, никогда ее не вывезут. Тут летят мухи, летит и запах. И тут дети бегают. Где детям играть? Мы уж не говорим, что песочница, качели, там чего-то поставили. Мы про это уже не говорим. Но хотя бы сделали, вот вывозили мусор регулярно. У нас действительно подъезды не было очень долго. Прошлый год со всеми соседями скинулись. Грубо говоря, тысячи по две с лишним сказы квартиры мы поснимали. Засыпали все это хозяйство. Собственно, мы руками разравнивали, привозили. Подъезд сделали. Что еще не хватает, я не знаю. Собирал у нас на собрании. Просил повысить плату за уборку помойки. Ну, пошли мы на это. Причем пошли не только все, короче, дворы пошли, все улицы. Деньги не платим. Убрали вот перед Пасхой в последний раз. И с тех пор до сих пор мучаемся. У вас за спиной улица героя Советского Союза Гастелло Николая Францевича. Его дом. Вот буквально через два дома его дом. И вы посмотрите, какая там помойка. И напротив этого ООО Виктории, напротив его конторы, этого человека. Если он у себя не может убрать, у себя под носом, то что он может сделать здесь? Руководитель Виктории Плюс Арушан Ревазян с населением встречался. Малоквартирные дома по вывозу мусора уже давно считаются нерентабельными. И тем не менее, плату за обслуживание обслуживающая компания от жителей микрорайона исправно получает. ООО Виктории Плюс. Это была инициатива ВОЗ собраться по поводу помойки. То, что якобы ему денег мало там выделяется. Решили дать ему, как говорится, еще шанс. Заверял гарантию, гарантию давал 100%. Что все, как только цену повышу на уборку этих помоек, все, ежемесячно буду варить. Ну ничего, последний раз это было перед Пасхой, грубо говоря, в начале апреля, когда Пасхой была. Вот и все. И до сих пор ничего не меняется. Сколько раз ходили к нему жалуют, бесполезно. Платим мы в ЖКХ. ЖКХ отдает деньги Виктории для уборки территории. На что он отвечает, что деньги поступают ему не тем объемом, каким бы хотелось. Зимой мы здесь лазим, извините, по самый поезд снегу. У нас машина скорой помощи не может подъехать. Сами мы тоже для своих машин чистим собственными силами. Деньги с нас берутся. Предлагал еще нам лишние деньги платить за то, чтобы... Был еще другой вариант по поводу мусора. Предлагали по Гастелло пустить машину раз в неделю. И мы должны были за деньги в определенное время выносить мусор. Либо по вторникам, либо по четвергам. А кто не успевал в это время, то должен складировать этот мусор у себя за забором. Уже отчаявшиеся найти оптимальный для всех выход из создавшейся ситуации люди устали обивать пороги управляющей компании «Виктория плюс». Нам встретиться с руководителем компании также не удалось. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.